Сказать разницу, например, между эвтаназией животных и эвтаназией людей, это совершенно не одно и то же. Духовная эволюция, духовная трансформация может происходить последние минуты, последние секунды, и даже во время смерти человек может осознавать, и это время особое. Если через страдания человек может приобрести какой-то опыт, может приобрести какие-то великие понимания, то для животных это невозможно. Животное просто будет страдать. Мы знаем, что общение с миром животных может компенсировать очень серьёзно тот долг, в котором человечество сегодня перед животным миром находится. Ваня, у нас есть вопрос от нашей студентки. Она сейчас переживает очень непростую ситуацию. Её котику позавчера поставили смертельный диагноз и предложили усыпить. Ей нужно принять в решение, но она чувствует вину перед этим маленьким существом. И вспоминая о том, что ты рассказывала о уроках, что животные нам даны не просто так. В общем, как поступить? Да, вот она спрашивает, как поступить, и она думает, что вдруг врач ошиблась. И она уже попросила прощения у котика, но всё ещё никак не может обратиться к врачу за эвтоназией. Ну, смотрите, я не знаю, как поступить. Всё-таки решение вы должны принимать в этом случае сами. То, что я могу, чем я могу вам помочь, это просто рассказать разницу, например, между эвтоназией животных и эвтоназией людей. Это совершенно не одно и то же. Дело в том, что если через страдания человек может приобрести какой-то опыт, может приобрести какие-то великие понимания, то для животных это невозможно. Животное просто будет страдать. Ему будет плохо, он будет просто медленно умирать в страданиях, в муках. И поэтому, конечно, вы сами можете принять решение, основываясь уже на этих знаниях. Ну, вот, например, у меня тоже такая была ситуация. Мы собаку усыпили, и я потом несколько лет чувствовала вину, и я теперь не завожу животных, мне очень больно. Вину перед чем? Перед смертью? Перед собакой, да. Но это нормально, если она у тебя болела. Да, да, болела. Болела, и была старость, и это было сострадание. Вина за что? За то, что собаке подошло время умирать, она бы так и так умерла. Тем не менее, это не повод испытывать вину, и тем более не повод дальше не общаться с миром животных. Это не одно и то же. Чувство вины, скорее всего, не поэтому. Это очень часто люди путают то, что произошло, и то, что животное подошло к смерти, но так вот жизнь устроена, что животные живут гораздо меньше, чем люди. И большинство, подавляющее большинство хозяев будут свидетелями смерти своих домашних питомцев, друзей своих, друзей из животного мира. В то же самое время, чаще всего, это чувство вины или потери. Мы проживаем, когда теряем близкого человека, когда теряем близкое существо, к которому привязаны. Зачастую люди путают вот эту вину, вину за это решение, с самой потерей существа, к которому они привязаны. Да, они проживают потерю, они проживают потерю вот этой привязанности близкого существа, и к вине это не имеет никакого отношения. Просто животное подошло к своему финишу, к своему концу. Но тем не менее, мы знаем, что общение с миром животных может компенсировать очень серьезно как бы тот долг, в котором человечество сегодня перед животным миром находится. Потому что мы действительно у животных в долгу. Они долгое время нам служили, они долгое время нами эксплуатировались, они долгое время нами использовались. И сегодня, когда мы общаемся с животными, заботясь о них, любя их, осознанно даря им вот это тепло, человеческое тепло, мы позволяем компенсировать вот этот долг между людьми и животными. Продолжение следует...